друзья всем привет извиняюсь за звук некогда времени даже включить микрофон поэтому снимаем как есть я сейчас в киеве товарищ снял камеру новую кстати камеру тромельберг посмотрим на что она способна но не в камере тут дело здесь хозяин машины сам ее подготовил к окрасу хочу показать некоторые нюансы на которые стоит обращать внимание всем кто только начинает работать малярки либо сам хочет сделать машину потом может быть сергей даст свои какие-то комментарии я у него поспрашиваю какие вопросы элементарно то на что он не обратил внимание есть царапки вот такого рода есть царапки вот такого рода шильдики срезал я сейчас еще будем подготовить эти места ручки не снимал он под ручками было грязно был жир было само собой не заматовано основной из косяков это царапки ну и так в общем по мелочи это жесткие переходы грунта как вот здесь это уже не исправить быстро так чтобы прям быстренько раз раз подчухал это надо конкретный инструмент машинки и так далее красить будем вот это плохо вот это вот нехорошо подкрашивать будем здесь чуть-чуть аккуратненько в проемчик здесь вот он грунтом закакал но это все отмоется растворителем но все же также тут очень-очень много царапин но это все сейчас я буду подрабатывать потому что прямо так взять в тупую сверху облить не вариант ну самые основные косячки то есть царапины а загрунтована на глянец загрунтована через скотч и и да собственно и все ну понятно по плоскостям там где были работы придраться будет сложно потому что ну будет небольшая игра посмотрим по окончанию но тут просто наличие опыта то есть не в этом дело основное дело в том что на глянец погрунтована через скотч погрунтована очень много глянца просто оставлено и отсутствие инструмента конечно дают свой знак инструмента и опыта меня очень сильно напрягает тот момент что машина некоторых местах пескоструилась песка по машине просто жопой жуй очень меня напрягает что будет мусора много все сейчас будет обдуваться обезжириваться обеспыливаться вытираться красим отдельно крышку багажника капот передние бамперы лопушки заднего бампера здесь все прокрашиваем насколько можем то есть по залепливал я максимально все что можно остальные какие-то мелочи просто же все бумаги нету пленкой неудобно такие вещи заворачивать то есть просто не будем не будем залазить прокрашивать уговорил я его лично на полную покраску потому что красить отдельно морду и жопу и кусок крыши ну как по мне это абсурд уже обливаем всю ее по кругу и не заморачиваемся по материалу грунт я ему посоветовал один ой извиняюсь грунт я ему советовал вот этой фирмы это растворитель но сам грунт этой фирмы потому что все в бюджете то есть мы работаем в жестком бюджете хотел я чтобы леглером поработать но к сожалению нет леглер получается дороже в разы поэтому грунт ади база слитая по коду тоже ади ю пи пи это к ней разбавитель лак лак взяли dh это тот полутораслойный который мне понравился запорожье и грунт мокрый по мокрому три к одному это для капота и багажника потому что там надо капот новый надо поработать именно через грунт мокрый по мокрому потому что наполнительным человек побоялся самого отработать это на подложку что-то там осталось потому что база взяли всего литр двести когда он брал базу мы не не рассчитывали на то что крыша будет вся грунтоваться он и загрунтовал всю базу надо было брать изначально больше поэтому отработаем чуть-чуть подложечкой и потом уже зальем все цветом так использовали мы валики поролоновые поролоновые валики в дверях там где двери не открываются там где по проемам надо подпылить на собственно и все больше негде так использовать нам нужен будет эпоксидный грунт это для протиров сейчас протиров много то есть обработаем так красить буду еще не работал я лс очкой заодно и и поюзаем пощупаем это 1.3 дюза он тут лежит греется лачить будем с оголушкой с дюзой наверно 1.4 оденем или 1.3 дюз благо у меня на них куча в эске просто нет дулся по эске очень боюсь что мне на с оголу тут не хватит воздуха уж очень маленький компрессор стоит будем посмотреть как она будет работать начну красить в процессе буду показывать некоторые моменты сейчас вот эти царапки я с собой вел дерос машинку возьму пятисоточку просто пробегусь по ним показывать это не буду они не глубокие дело в том что почему он их и пропустил потому что они не глубокие и в общей муке человек работал на сухую он их просто не увидел когда протерли все от пыли тряпкой они появились все подготовили машину вот так я бы протирал те сколы и сколы царапины которые были тут там там ну то есть где по находил сейчас грунт в баллоне нам нужен для того чтобы поперекрывать открытый металл то есть не стесняясь до такого состояния это протиры те которые по царапкам я прошел нужен он для того чтобы мы не красили вот здесь была открытая шпатлевка чуть-чуть просвечивалась тут торец и шпатлевки просвечивался чтобы база равномерно укрывала шпатлевка не впитывала базу не было никаких контуров оконтуривание и так далее чтобы не было просветов для всего этого самый простой идеальный способ это эпоксидный грунт в баллоне он ну так гораздо упрощает жизнь это все грунты просто разных слоев вот здесь светится видно глянцевая такая как ниточка тянется вот ее лучше аккуратно в несколько слоев так не спеша тут шпатлевка светится прикрыть обдувая хотя бы ртом иначе в этом месте может быть подрыв потому что глянцевый вот этот слой это означает что слой лака был не заматован когда на него попал грунт и база проникнет по этому глянцу и поднимет просто грунт нам и будет ой-ой-ой как некрасиво здесь довольно таки быстро сохнущая быстро испаряющийся точнее разбавитель который уменьшает склонность подрыву вот они татаронт вот против мы терпеть и соточкой тут не знаю что нет что то просто не нравится поэтому хотя бы пересыпем здесь вроде бы и только до грунта дошел то есть металл не показался но пересыпем лучше перебздеть чем недобздеть а еще раз протрем все липкой салфеткой вроде бы все ничего такого супер серьезного я прям не вижу поперекрывали шпатлевку металл можно вторым слоем пройтись там идет допустим тут шпатлевка была сильно открытая так и вот здесь шпатлевочка была сильно открытая сушка этому грунту более чем 10 минут ну вообще не нужна сейчас камера дует нормально в камере я поставил 22 градуса металл пропустил что такое 10 минут все протираем липочкой салфеточкой вот в таком состоянии то есть все было обезжирено тем не менее липкой салфеткой на себя набрала кучу говна и мусора по крыше по бортам это мы еще ничего не красили через 10 минут протираем слипкой салфеткой и приступаем к краске так ну в деле джо анализе себя показывают шикарно расход воздуха конечно крупноватый но расход материала знаете я прям удивлен во первых адию пипи мне понравилась укрывистость ну черный он сам по себе кроет хорошо ну блин кроет реально хорошо база и расход у пистолета я прям поражен мне кажется что лпашка 400 даже чуть больше материала жрет чем этот сейчас покажем действие давление держу в районе единички компрессор говяный компрессора на пистолет не хватает тому компрессора наверно литров 400 если выдает по паспорту и Продолжение следует... 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 Назначение лака. Есть лаки для локальных ремонтов, есть лаки для полных обливок. То есть этот лак для локалки он не катит вообще, не катит, потому что, ну извините, открытое состояние больше 10 минут, но это ненормально для локалки. А для полной кай это самое то, что надо. И так, что можно сказать? Ну, наличие мусора, блин, надуло. На крыле видно с арены, это повылетало, заговнястило. Да ладно, пусть. Зайдем сюда после сушки. Значит, на всю машину у нас ушло чуть меньше литра, потому что тут еще... Ну, вот так точно есть. Я не буду туда заглядывать. То есть полутораслойного лака на вот такой маленький сарай с полным заливом крыши. Крыша, правда, в один толстый слой налитый. Ну, блин. Да, он дорогой. Он дорогой. Это самый дорогой лак, в принципе. Но даем всех полутораслойный, это самый дорогой. Но он того стоит. Сушим, смотрим. Так, отлачились. Сейчас пощупаю. Все, я пока два пистолета сполоснул. Все, с камеры поносили, потому что сушку сейчас включаем. В принципе, межслоечка. Ну, закрылся слой. Сейчас покажу. Я не могу без косяков. Не буду никак оправдываться. Это косяк мой. Это же компрессор, мы же допустим. Да ладно. Не, ну реально, на полутора атмосферах сагола не вывозят. Очень крупная капля. Я сейчас покажу, что получилось. Сразу скажу, это не в лаке проблема. Потому что, если была проблема в лаке, вот это все, что сейчас я покажу, было бы на плоскостях. Последний элемент. Кроме мусора ничего. Тут давление в двоечку пока наливали. То есть, по плоскостям все хорошо. Местами даже не увидел шагер бы чуть пролить. Тут все хорошо. То есть, к последнему элементу я чуть приловчился. Приловчился. Но на всех трех остальных в районе ручек вот такие надрывы. На первой двери там вообще капец сильные надрывы. То есть, сильно толстый получается слой за счет низкого давления. И лак не держит. То есть, лак стягивается. Здесь все вроде так нормально. На углах, на торцах. Тут на торце. Последними проливал. То есть, носиком аккуратно. Ну, тут хоть видно было. То есть, все нормально. Здесь я с этого борта начинал. То есть, тут все неплохо. На лючке все красиво, ровно, хорошо. Первая ручка. Хлобысь. Именно по ручке. Прямо потекло. По всем зазорам. Дальше все так нормально. То есть, по плоскости все хорошо. Вообще шикардос. Тут тоже пропалил. Все ровненько, четенько, нормальненько. Здесь, где стыкуются. То есть, если был бы хреновый именно текучий лак, он бы вот тут потек обязательно. Он бы вот здесь обязательно потек. Но вот тут. Хлобысь. Второй слой. Вот тут. Ну, эта ручка не закроется. Тут еще не видно. Но вот именно в ручках, в этих зонах, где всегда оконтуряется, тут прям потекло. Здесь тоже так все нормально. Никаких глобальных вопросов, кроме ссора, у меня нет. Но ссор это вот оттуда. Потому что машина пескоструилась. Песок это вообще беда. То есть, два момента. С огола давление хотя бы 2,2 на лак. Полторы. Ну, никак. Слишком крупно. Хотя, то есть, лак растянулся. Лак тянется. Хорошо. Крупная капля растянулась. Но ловите сюрпризы называется. Ничего страшного. Покажу, как убираю. Само собой, это все просушивается. Сейчас включаем сушку. Минут, наверное, нам 20. Потому что у нас соляры мало. Нам еще надо открашивать капот, багажник и бампера. Кстати, если есть возможность, всегда открашивайте капот, багажник, бампера отдельно. Это уменьшает количество мусора и исключает перепылы. То есть, вы заканчиваете один борт и максимум, что вы можете перепылиться, это где-то на стойке. На стойке этого никогда не видно. А был бы еще капот с багажником, вот перепыл бы где-то был либо на капоте, либо на багажнике. Потому что проход большой и мусора было бы в разы больше. Пока светло, в камере еще покажу косяк. Вот именно по подготовке. Ну, это чисто из-за, скажем так, незнанки. Грунтование под скотч. Видно? На ручке. И еще отсутствие инструмента, чтобы это убрать. И как бы знаний. Это не именно, вот, Сергей плохой. Он просто не знал, как это убрать. И у него нечем это было убрать. Ну, мы это тоже чуть подполируем. Наждачком будет небольшая залысинка. Но, по крайней мере, не будет вот такого вот, что там ромба у него получился. Да, трапеция. Да. Ну, в общем, все покажем, все расскажем. Сейчас отсушимся. Расклеимся. Ну, может, глянем еще на этот вид. Ну, так страшного ничего. Лачок закрылся. Я тут покажу. Все. Еще дадим минут 10. С какой целью? Я не знаю этот лак. Я не знаю, как он себя поведет. Если дать ему сейчас температуру, он может весь закипеть. Это не исключено. Поэтому лучше перебздеть, чем недобздеть. Тем более, на крыше один толстый слой налит. Пусть он лучше высохнет, чем мы потом будем наблюдать на такую красиво закипевшую машину. Все. И это будет полный перекрас. Кстати, вот тут перепыл был. Я начинал лакировать отсюда крышу. Ушел туда. Вот тут борт прошел. Потом аж этот батон. А пыл? А нет. То есть, а пыл проглочен. Нормально. Для полняков лак классный. Для лакалок нифига. А, еще один момент. Обязательно температура. Было бы в помещении нестабильная температура и холодная. Он бы, я уверен, он бы у меня весь потек. При таком компрессоре. Для камеры полнячок. Ничего так. Нормалек. Мне понравился. Но никаких лакалок. То есть, один элемент. Ну, не вижу смысла его валить в один элемент. 15 минут открытый слой. Это бред. Так, у нас второй цикл покраски. Блин, западло получилось. Люди сказали, что есть столы, вертолеты. Да, он есть только один. Все остальное размещали уже как могли, что называется. И на табуретку, и черти через крышку. Ну, как есть. Так, поскольку капот новый, красим его мокрый по-мокрому. С двух сторон. По-другому. Ну, эпоксидник мокрый по-мокрому. Грунт-наполнитель мокрый по-мокрому. Ну, стилер мокрый по-мокрому. Что угодно. Ну, поскольку все в таком себе состоянии. То есть, тут видно, да? Глянчик просвечивается. Да что такое? Падает камера у меня устала. Тут покрышки, черти что. Поэтому запустим все уже мокрый по-мокрому в грунт. Какая-нибудь все равно ждать, пока высохнет капот и все остальное. Тут шпатлевка чуть подтерта, однокомпонентная. Все фигачим мокрый по-мокрому. Вот это вот полуглянцевые пятна. Это грунт по пластику и с баллончиком напылил. Что-то я уже подустал. Грунт мокрый по-мокрому. Вот, а кенный возьмем. Просто уже, ну, брали у Мабихела лак, взяли и грунт. Не знаю, что по цене, ну, вроде как, такой, в серединке находится. Отвердос к нему. Не знаю, бавится он или нет. Десять процентов, да. Два сто. Десять процентов разбавителя. Тот же, что и в лак. Сейчас разведем и покажу, как наносится. Так, грунт мокрый по-мокрому. Накидали на тренировочные элементы. Сейчас капот. Наношу ЛСК. В основном наносят грунт мокрый по-мокрому. Ну, не знаю, почему так сложилось. Тем, чем базу наносят. Вперед, валю. В полтора слоя. Вперед, валю. Десять просохли, потому что у нас херь какая-то происходит. Непонятно, где, что грязно. На машине такого не было. Правда, мы на машине грунтом не работали. Но у нас эта жопа по всем элементам прет. Короче, надо дать ему высохнуть, чтобы залить полосы на слое. Если лить на свежак, сука рвет. Да, это что-то с грунтом, мне кажется. Нет, это не с грунтом. Это у нас что-то на салфетках просто. У нас закончились салфетки полипропиленовые. Мы обезжиривали тем, что взяли у ребят, бумажные. Реально дрова. Но на машине мы грунтом мокрому не работали. А так бы мы это же увидели и на машине, я уверен. Обезжириваем W900 АППшкой. То есть к этому вопросов никаких. Да, у нас сборная солянка по материалу вообще. Черт и что, и сбоку бантик. Но как есть. Даем минут 10. Оно просыхает. Может даже меньше, чем 10. Просыхает и наваливаем мокренький, бодрый слой. Вот тут все нормально. Хотя тут тоже были такие легкие, легкие разводики. На бампере, ну все нормально. Тоже дал тонкий, чуть высохло. И пойдет. Ну минут 7, наверное, прошло. Я изнутри попробовал. Слой подсох. Валим дальше. Компрессор больше единицы не тянет. По-хорошему полторы, да, где-то было бы? Ну для груда двоечка. А, двоечка даже, ну да. Просылая сейчас элементарно идет переслой. Потому что давления не хватает. Капля крупная. Мне, чтобы ее разлить, надо больше налить. И вот это ненормально. Ждем, пока накачаем. По чуть-чуть. Вот то же самое и на лаке получилось. То есть чуть толще, чем надо, чтобы разлилось. И вроде было. Ну все нормально. Победили. Победили. Все, теперь полчаса нормальной, естественной обдувочной сушки. И можно красить. Только открасить не буду показывать. Покажу готовый результат. Ну я что-то подустал. Открасились. Все вроде неплохо. Если бы не приколы на грунте. Ну то мелочи жизни. Скажем так, ничего страшного. Всякое бывает. Шагер. Ну шагер на капоте, блин, мне давление не дало разлить. Если толсто наливать, будет жопа. Может быть, не знаю, ты будешь полировать капот. Ну тогда как раз и шагер подровняешь чуть-чуть. Давление, видишь, на единички не работает. Стволы отработали изумительно. Я удивлен расходу ЛС. У нас на всю машину готового продукта, готовой базы, ушло литр семьсот. На всю. На полняк. Я реально удивлен. А по лаку расход. Я открыл 2 литра лака. Из второй банки литровой я отлил 300 мл. То есть, сагола... Ну, блин, потому что давление. Вот когда она на хорошем давлении, она жрет мамородное. Но тем не менее, отработали, все нормально. Голочок растянули. Растянулся. Разлился. Кое-где даже хорошо разлился, вы видели. На чем мы закончили? На том, что наполнителем мы подкорректировали косячки, которые были по риске, по подготовке. Иначе просто удлинилась бы работа наждаком. И мне... Да, в принципе, мне бы она только и удлинилась. Все нормально. Лачок, межслойку прошел. Включили сушку. Полчаса при 60. Я вот только камера только выключилась. Я еще даже руками успел помыть. Все. Уже взялось. Сейчас открываем ворота. И естественным образом все остывает. И можно ставить. Вот такие пироги. В принципе, открас. Ну, я считаю, получилось удачным. Если бы не компрессор. Некоторые материалы использовали. Ну, реально прям бюджетные-бюджетные. Но они отработали нормально. Поэтому считаем, открас вполне удачным. Стволы отработали вообще четенько. Компрессор. Четко компрессор. Ну, ничего. Поработаем. Зато убираем потеки. По трем посмотрим, как эти потеки убираются. Попробую у Сереги взять откровенное интервью. О его ощущениях. Я фотки делал. Хорошо. Об этом мы в следующем видео поговорим. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok